МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Молодым семьям Сарова вручили сертификаты на приобретение жилья. Спортнорма жизни. В рамках нацпроекта в нашем городе открыли комплексную площадку для занятий физкультурой. И вновь начинается бой. Любительский хоккейный клуб Саров готовится к новому сезону. Далее расскажем обо всем подробно. Более 20 миллионов рублей выделили из областного бюджета на приобретение жилья для молодых семей нашего города. В администрации саровчанам вручили свидетельство на получение социальных выплат. Сертификаты получили 16 семей, в которых воспитывается 23 ребенка. Подробности в следующем репортаже. Настоящий подарок получили молодые саровские семьи в преддверии Нового года. В администрации им вручили свидетельство на получение жилищной субсидии, реализовать которые они должны будут в начале декабря. Так что у 16 семей есть все шансы встретить Новый год в новых квартирах. Министер социальной политики по просьбе, по обращению главы администрации увеличила финансирование. Большую часть забрал город Саров, это 16 семей. Получается у нас, когда формировался список на 2019 год, все семьи, которые заявлялись, они в этот список попали и получили свои выплаты. В этом году администрация выдавала свидетельство трижды. Их получили 37 семей. Всего за 10 лет работы программы в Сарове выдали более 400 документов на получение социальных выплат для приобретения жилья. В актовом зале администрации обычно обсуждаются серьезные политические вопросы. В этот раз речь чиновников звучала на фоне детского лепета и смеха. Вместе с родителями получать сертификаты пришли малыши. Если ребенок родился с момента формирования списка, то есть 1 июня 2018 года до момента перечисления денег, то в следующем году на него государство выделит еще дополнительную выплату и семья будет охвачена в полном объеме средствами. Программа «Молодая семья» продолжает работать и уже сейчас формируются новые списки семей, не имеющих жилья с перспективой выдачи сертификатов в последующие три года. Подробную информацию можно узнать по телефону 9-77-51. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. В нашем городе появился новый спортивный объект. В рамках реализации федерального национального проекта «Спорт. Норма жизни» в сквере 22 микрорайона открыли комплексную площадку, которая включает в себя силовые тренажеры, баскетбольные кольца, стол для настольного тенниса, снаряды для занятий воркаутом и многое другое. В торжественной церемонии открытия приняли участие и представители Министерства спорта Нижегородской области. Подробности далее. Теперь жители 22 микрорайона смогут выполнять упражнения разного рода, готовиться к сдаче ГТО и поддерживать себя в форме в одном месте. Представители Министерства спорта Нижегородской области и администрации Сарова вместе с чемпионкой мира по пауэрлифтингу Анной Архиповой разрезали красную ленту новой спортивной площадки нашего города. Тренировочный комплекс стоимостью свыше 3 миллионов рублей включает в себя скамью для пресса, тренажеры «Жим лёжа» и «Жим от плеч», брусья для воркаута, рукоходы, шведскую стенку, велотренажеры, стейпер, зоны для баскетбола и настольного тенниса. Тренажеров порядка 16 штук, которые все направлены именно на развитие общей подготовки. Также площадка сертифицирована под сдачу норм ГТО. Есть две мишени для инвалидов. Хотелось бы, конечно, чтобы эта площадка стала именно центром притяжения для разных групп населения, для разных возрастов. Егор Черных вместе с друзьями два года занимается воркаутом. Среди них есть как опытные, так и начинающие спортсмены. Молодые люди активно участвуют в городских и областных соревнованиях. Специализированная площадка позволит привлечь еще больше людей в занятия уличной гимнастикой. У нас достаточно развитая компания воркаута. То есть мы собираемся с друзьями и занимаемся спортом. У нас есть лидер собственный. И мы сейчас соревнуемся с Нижним Новгородом. Площадка для воркаута – это очень хорошая возможность потренироваться для жителей нашего города. Тренировочный комплекс не случайно разместили в 22-м микрорайоне. Территория активно застраивается и появляется необходимость в доступных спортивных объектах для молодых семей. По нашим наблюдениям, это все-таки молодые семьи. И ребята, которые молодые здесь проживают, они действительно активно используют эту площадку. Даже еще до момента, пока мы не перерезали ленточку, она уже использовалась. Но и в перспективе все-таки у нас резервировал здесь участок подпок. Поэтому мы надеемся, что это будет одна из востребованных действительно горожанами площадок. В будущем году Департамент городского хозяйства планирует дооборудовать площадки системами освещения и видеонаблюдения, обеспечить свободным доступом к беспроводному интернету. В рамках нацпроекта «Демография» при поддержке Министерства спорта Нижегородской области на территории будут проводить бесплатные семейные тренировки и воскресные зарядки с опытными спортсменами. До 2 декабря граждане обязаны заплатить налог на имущество транспортной и земельной. После этой даты за несвоевременную уплату будут начисляться пения, напоминает налоговая инспекция. По всем вопросам начисления и уплаты имущественных налогов можно обращаться в контакт-центр по номеру 8 800 22 22 22. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В следующем году вырастут размеры детских пособий, декретных выплат и больничных. Об этом информирует Фонд социального страхования. Так, максимальный размер пособия по беременности и родам будет более 320 тысяч рублей. А максимальный размер ежемесячного пособия по ходу за ребенком до полутора лет – почти 28 тысяч рублей. 26 ноября в 13.30 глава администрации Алексей Голубев проведет личный прием граждан. Записаться на прием можно будет с 19 ноября в администрации города Сарова по адресу проспект Ленина, дом 20А, кабинет 128. Вход в здании со стороны улицы Держинского. При себе иметь паспорт. Справки по телефону 9 90 59 9 77 70. 20 тысяч ампул вакцины СОВИ Грипп для взрослых закупили в Сарове для проведения прививочной кампании против гриппа. Специалисты рекомендуют делать вакцинацию не позднее, чем за месяц до ожидаемого всплеска заболеваемости. В этом году ПИК прогнозируют на январь-начало февраля будущего года. Чтобы сделать прививку от гриппа, нужно обратиться в прививочный кабинет в поликлинике, либо к участковому врачу. Предварительная запись не требуется. Большую часть своей жизни она посвятила музыке. Стояла у истоков зарождения фортепианной школы в Сарове, воспитала более 100 концертмейстеров. Два года назад за большой вклад в развитие музыкальной культуры города ей присвоили звание «Почетный гражданин Сарова». 14 ноября свой юбилей отмечает заслуженный работник культуры Российской Федерации Нелли Романовна Асадзе. Композицию «Аллилуйя» ученики заслуженного работника культуры России Нелли Асадзе исполнили в честь ее 80-летия. Нелли Романовна 56 лет проработала в душе имени Балакирева. Была главным методистом и преподавателем по классу фортепиано. Соня Азен занималась у нее 10 лет. Девушка получила от педагога бесценные советы, которым следует до сих пор, и передает эти знания уже своим ученикам. «Это человек, который меня сформировал в профессиональном плане, и переоценить ее значение в моей жизни невозможно, потому что даже когда сейчас я работаю, и сейчас я занимаюсь и сама, и с детьми, когда я пытаюсь сама кому-то донести какие-то основные принципы, я постоянно чувствую ее комментарии». Любовь к искусству и особую технику игры на фортепиано Нелли Асадзе передала своим ученикам. Большинство из них связали жизнь с музыкой и стали ведущими преподавателями по классу фортепиано, в школах искусств нашей страны и за рубежом. На протяжении всего жизненного пути Нелли Романовна остается для учеников главным наставником. «Благодаря Нелли Романовне я полюбила музыку, и музыка стала моей профессией, о чем я никогда в своей жизни не жалела. Ее знание, опыт, умение подать как-то все нам, преподавателям, которые нуждались в ее помощи». Нелли Романовна – талантливая пианистка, поэт и автор работ по произведениям Баха и Гайдна. На праздничном вечере преподаватели Дыши имени Балакирева прочитали несколько стихотворений из ее сборника, после чего отправились навестить и лично поздравить преподавателя. На сцене Саровского драматического театра выступил заслуженный артист России Сергей Трофимов, певец, композитор и поэт. Его тексты, написанные для российских звезд эстрады, не раз становились народными хитами. Саровским поклонникам своего творчества музыкант представил песни собственного сочинения. На концерте артиста побывала и наша съемочная группа. Сергей Трофимов выступает в Сарове не первый раз. Певец отметил, что город со времени его последнего визита стал более красивым и благоустроенным. И вот снова со сцены драматического театра звучал его баритон. Музыкант пел о социальных сетях, межнациональных отношениях, о жизни простого человека и, главное, о любви. Для кого-то он шансонье, для кого-то рокер или бард. Трофим же определяет свою музыку как постмодернистский урбопанк. Бесспорно одно – качественный звук и особая дружеская атмосфера – обязательные элементы его концертов. Сергей исполняет авторские песни и пишет их для других знаменитостей. Процесс создания текста и мелодии увлекает артиста. По его словам, это как конструктор, из которого потом складывается композиция. Вдохновение Сергей Трофимов черпает из классической музыки и занятий спортом. В последнее время, чтобы настроение поднять, слушаю Сергея Васильевича. Возраст, просыпаются какие-то консервативные предпочтения. Зрители услышали новые песни, у которых еще даже нет названия, о мечте и смысле жизни, а также с удовольствием подпевали давно знакомым композициям. Отпускали саровчане артиста долгими аплодисментами. Студенческие отряды зародились еще в Советском Союзе. Для добровольной работы в свободное от учебы время формировались временные коллективы, которые ставили своей целью воспитание в студентах уважительного отношения к труду. Сегодня идея студенческих строитрядов вновь энергично зарождается и становится все более популярной. Романтика студенческих и комсомольских строек знакома молодежи 21 века по советским фильмам и рассказам, тех, кто принимал в них участие. Но Максим Тихонов уверяет, что с тех далеких времен практически ничего не изменилось. Все так же летом после сдачи экзаменов студенты трудятся на строительных объектах страны. Уехал первый отряд из МГУ. Так до сих пор все, все, что было в Советском Союзе, все осталось и у нас. Конечно, есть какие-то преобразования, преображения, так как время уже другое, но песни поем тем же. Максим – комиссар отряда обороны. За его плечами уже не одна стройка. Куртка студента усыпана значками и нашивками. Значками они обмениваются с участниками других строитрядов, а нашивки им выдают после успешного завершения целины. Так сейчас называют трудовой семестр студентов, когда после сдачи экзаменов они трудятся на строительных объектах. В этом году Максим работал на производственном объединении «Маяк» города Озерска. В июле мы занимались планировкой земли, а в августе мы занимались гидроизоляцией фундамента здания. В Саровском физтехе два студенческих отряда – строительный отряд обороны и педагогический «Адастро». Координирует их деятельность хрупкая девушка Ксения Лебедева. Приехав в Саров, я горела идеей отрядов и захотела тут создать сначала педагогический отряд, потом как-то подхватился строительный отряд, а потом уже и штаб. Как-то понарастающе все это произошло. С момента создания строя отряда прошло чуть больше года. За это время бойцы отработали две целины в разных регионах страны. В 2018 году был создан наш отряд – студенческий строительный отряд обороны. Мы работали на Смоленской электростанции электромонтажниками второго и третьего разряда. Производили монтаж и демонтаж металлоконструкций, а девочки маркировали кабель. Помимо работы на стройках, студенты участвуют в слетах студенческих отрядов, где они подводят итоги трудовых семестров, награждают активистов и обмениваются опытом. В эту субботу стартует чемпионат Нижегородской области в высшей хоккейной лиге среди мужских команд. Наш город представят спортсмены любительской команды «Саров». Ранее они уже боролись за звание чемпионов региональных соревнований в составе клуба «Саров Инвест». В связи с тем, что в прошлом сезоне расформировали хоккейный клуб «Саров», спортсмены «Саров Инвеста» приняли решение защищать честь города на ледовых аренах области под новым именем. В этом сезоне в соревнованиях высшей хоккейной лиги Нижегородской области принимает участие 8 команд. Все соперники уже знакомы саровским хоккеистом с прошлых игр. Поэтому к ледовым баталиям хоккейный клуб «Саров» подготовился основательно. Разобрали ошибки прошлого сезона и пригласили в команду новых игроков. Немножко отдохнули и уже с августа мы готовимся к этому сезону. В сравнении с прошлым сезоном у нас остался практически точный состав. Добавилось буквально пару человек из детской имущественной школы. Артем Ванеев – новый игрок хоккейного клуба «Саров». Ранее молодой человек играл за «Ордатов» в первой лиге, но решил повысить свой уровень и выступить в ИХЛ. На протяжении нескольких месяцев Артем изучал тактику и стратегию команды. И теперь готов приложить максимум усилий, чтобы привести «Саров» к заветной победе. Команда будет очень сложная, чтобы играть с ними. То есть там играют люди уже опытные, отыгравшие в ИХЛ везде. Приложил себе максимум усилий, чтобы команда больше вперед. В эту субботу наши спортсмены сыграют на выезде. Хоккеисты скрестят клюшки с Борским кварцем. А 30 ноября в Ледовом дворце пройдет домашняя встреча со стартом из Таншаева. Начало игр в 13.00. Для лиц старше – 12 лет. Более подробное расписание об играх можно посмотреть в группе ВКонтакте «Нижегородский областной хоккей». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова